Москвичи юга живут в традиционных китайских домах. Восточный район – ресторанный и культурный центр столицы. По выходным на площадях среди дворцов работают восточные базары, несколько раз в год устраивают гастрономические фестивали. Представь другую Москву. Субтитры создавал DimaTorzok С прямым эфиром Владимир Калякин. Доброе утро, дорогие друзья. С Новым годом мы вас всех поздравляем. Это телеканал Москва-24. Сейчас расскажем о самых актуальных новостях уже Нового года. Большинство москвичей, естественно, встретили его дома, но некоторые по традиции все же решили прийти к Красной площади, а она была закрыта. Доступ ограничили с вечера в рамках антиковидных мер. Однако толпа все равно собралась, люди стояли за ограждениями и не очень-то реагировали на просьбы полиции разойтись. Ковидный 2020-й наконец остался позади. Год был, мягко говоря, странным, и провожали его москвичи тоже в необычном формате. Столица обошлась без привычных концертов, а бары и рестораны после 23 часов гостей не принимали. Тем не менее, празднику это точно не помешало. Как город встретил Новый год в репортаже нашей Веры Морозовой. С Новым годом! Ура! Спасибо! Вместо привычной новогодней музыки и концертов, звуков хлопушек и объявления о том, что вход на Красную площадь закрыт. Но это не остановило тех людей, которые решили встретить Новый год, например, на Манежной площади. И настроение себе создает каждый, кто как может счастье. Обычного человеческого счастья, чтобы все мечты сбывали. Здоровье, чтобы мы все это пережили, и чтобы все мы были здоровы. Вот это самое главное. Нескончаемого оптимизма, веры в лучшее, хорошего настроения. И встречать любую трудности с улыбкой. Постретить Новый год в столице приехали со всей страны. Из Башкирии, Нижнего Новгорода, Самары. Семья Маянтняк приехали из Пятигорска и прямиком гулять по столице. Ребенок очень хотел. Я хотел попасть на Красную площадь. И еще я хотел попасть на космонавтике. На ВДНХ. На ВДНХ. Не болеть. Всем крепкого здоровья. Счастливого Нового года. Чтобы первыми встретить 2021-й, нужно было ехать на Камчатку или Чукотку. Там Новый год наступил уже в три часа дня по московскому времени. Владивосток, Магадан и Хабаровск открыли шампанское в пять часов вечера по Москве. Вслед за ними Якутия и Амурскую область. Последними Новый год встретили жители Калининграда. В Москве уже целый час звучали праздничные тосты и запускались фейерверки. Небо над Москвой в полночь окрасилось огнями новогодних фейерверков. Некоторые центральные улицы были перекрыты. В этом году столица обошлась без привычных концертов, а бары и рестораны после 23 часов гостей не принимали. Красную площадь закрыли 31 декабря в 6 часов вечера и до 6 утра. Гумкаток запускает посетителей с 11.30 января. Катки в парках работали до 10 вечера, а заново открылись в 10 утра в парке Горького и в 3 часа дня на ВДНХ. В новогоднюю ночь оставалось лишь гулять. Самые красочные места для селфи сейчас Манежная площадь, Кузнецкий мост, Бульварное кольцо и Ростокинский акведук. Метро и наземный общественный транспорт работал всю ночь. Бесплатно. Впрочем, ночная Москва с 31 на 1 была не столь многолюдна, как обычно. Видимо, столичные жители бой курантов предпочли встретить в домашней остановке. Вера Морозова, Антон Самсонов, Виктория Щекина, Михаил Пузняков. Москва, 24. Ну а первым подарком 2021-го москвичам от погоды стал жесткий редяной дождь. Улицы и проспекты покрылись толстым прозрачным панцирем. Город превратился в один гладкий каток. Из-за этого более 10 тысяч коммунальщиков перевели в режим повышенной готовности. Бригада ЖКХ тоже. Первые проснувшиеся москвичи очень сильно впечатлены. На улице, кстати, очень туманно и идет дождь. Ну, как вы, надеюсь, заметили по моим очкам. Вот такая погода у нас. 1 января. Стекла в машинах бьем головой. В аэропортах из-за ледяного дождя были задержаны или отменены 105 рейсов. На взлетно-посадочных полосах образовалась наледь. Одно из самых опасных явлений для полетов. Службам потребовалось время на чистку и обработку полос реагентами. Переносимся в Сочи. Там фейерверками подожгли лес. Пожар вспыхнул на горе Пикет после запуска новогодней пиротехники. Рядом находятся садовнические товарищества из села Верхний Юрт. Пламя удалось остановить. Возгорание ликвидировано. Никто не пострадал. Многие даже посмеялись, потому что, как вы уже, наверное, обратили внимание, огонь принял неприличное очертание. Это заметили очевидцы, поделились кадрами в сети, выражаясь фигурально. И правда, с лесом поступили не очень. А в комментариях к ролику люди шутят. Это, возможно, символ Нового года. Ну и далее эфир продолжит программа «Сделано в Москве». Приятного просмотра.